Безнаказанность приводит к развитию вседозвольности, нарушению закона, к эгоизму и зачастую все ведет к плачевным последствиям. Здравствуйте, уважаемые телезрители, на телеканале «Россия» программа «Следствие СКР-09». Житель Аула Саратюс признан виновным в оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности. Следствием и судом установлено, что 14 сентября 2021 года подсудимый, не имея права на оказание туристических услуг, не рассчитав возможные риски и последствия для жизни и здоровья потребителей, организовал туристическую экскурсию в Алибекской ущелье к леднику Алибек, расположенному на высоте 2200 метров на территории Карачаевского района Карачаева Черкесской Республики. Находясь около ледника, он предложил туристам встать в непосредственной близости от являющегося источником опасности природного характера туннеля в леднике, ледниковой пещеры, образовавшейся вследствие таяния льда. Для осуществления фотосъемки с целью последующего размещения фотоснимков на своем аккаунте в социальной сети. Во время нахождения туристов у ледника глыбы льда, отколовшись, обрушились на них, в результате чего погибли две женщины, одна получила травматические повреждения. Следствием и судом допрошены свидетели, изучены заключения судебных экспертиз, изобличающие мужчину в совершении указанного преступления. Суд, оценив собранные по уголовному делу доказательства, вынес в отношении подсудимого обвинительный приговор в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Житель Черкеска признан виновным покушением на убийство помощника прокурора. Следствием и судом установлено, что вечером 19 апреля 2021 года помощник хабейского межрайонного прокурора в форменном обмундировании находился в помещении магазина кафе «Оазис» в городе Черкесске. В это время в помещении магазина кафе вошел злоумышленник, у которого при виде работника прокуратуры возник умысел, направленный на его убийство в связи с исполнением последним своей служебной деятельности. Злоумышленник, подойдя к потерпевшему, действуя из чувства ненависти к сотруднику органов прокуратуры, схватил его левой рукой за голову, правой рукой достал из заднего кармана нож, который приставил к передней поверхности шеи потерпевшего и попытался перерезать ему жизненно важный орган – шею. Однако его преступные действия не были доведены до конца ввиду оказания потерпевшим активного сопротивления и оказания содействия очевидцами преступления. В ходе следствия допрошены свидетели, проведены судебные экспертизы, проведены иные следственные процессуальные действия, изобличающие мужчину в совершении указанного преступления. Суд, оценив собранные по уголовному делу доказательства, вынес в отношении подсудимого обвинительный приговор в виде лишения свободы сроком на 8 лет и 3 месяца в колонии строгого режима. Задержан мужчина, подозреваемый в неоднократном изнасиловании девочки, а также покушении на совершение изнасилования ее матери. По данным следствия, с 2010 по 2013 год мужчина, помимо воли потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста, угрожая физической расправой, неоднократно вступал с ней в половую связь. Кроме этого, в 2013 году подозреваемый, избив мать малолетней потерпевшей, попытался заставить ее вступить в половую связь с его знакомым. Преступный умысел злоумышленника не был доведен до конца по независимым от него обстоятельствам, поскольку его товарищ от насильственного полуакта с женщиной отказался. В 2013 году злоумышленник был объявлен в федеральный розыск, более 9 лет скрывался от следствия. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в ноябре 2022 года в городе Туапсе преступник был установлен сотрудниками полиции и доставлен в Карачао-Черкесскую республику. Судом в отношении него избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время следователям проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, совершенных им преступлений, сборы и закрепления доказательственной базы. Злоумышленнику предъявлено обвинение и в ходе допроса он детально рассказал о совершении им указанных преступлений. По факту гибели двух человек возбуждено уголовное дело. 24 сентября 2022 года Межрегиональная общественная организация «Альпиндустрия» «Курный клуб», основной целью которого является популяризация спорта на территории Северного Кавказа, в том числе поселка Архиз, организовала спортивное мероприятие под названием «Альпиндустрия Архиз» в рейсе 2022. Представляющий собой горный забег на дистанцию 38 километров на территории села Архиз Сенчукского района Кавачачкейской республики, участниками которого являются 38 человек, являются еще и жителями различных регионов Российской Федерации. В ходе проведения данного спортивного мероприятия около 14 часов точное время следствия не установлено. Двум участникам данного мероприятия на высоте около 2800 метров над уровнем моря стало плохо. В последующем указанные лица скончались от переохлаждения. В настоящее время органами предварительного следствия проводятся следственные действия и оперативно-рискные мероприятия для установления конкретных обстоятельств, предрешедших событий. В Карачаевске прошло межведомственное совещание по вопросу подготовки к туристическому сезону в зимний период. Важность проведения мероприятий по оценке подготовки курортов к горнолыжному сезону обусловлена тем, что уже на протяжении десятилетий Домбай и Тиберта являются одними из самых востребованных и любимых туристами мест со всей страны. Здесь прекрасные условия для развития туризма. Красивая природа, чистый воздух, удобные спуски, устойчивый снежный покров и местное население, отличающиеся гостеприимством. Особое внимание на координационном совещании, которое прошло на базе национального парка в Тиберде, было уделено вопросам организации безопасности туристов и оказания медицинской помощи, состоянию трасс, техническому составляющему подъемников, работе различных сервисных служб для наиболее комфортного пребывания приезжающих. Проведение сегодняшнего мероприятия обусловлено необходимостью принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности, жизни, здоровья граждан нашей республики, гостей республики, туристов, которые посещают наши туристические курорты для развлечения, для отдыха. Глава поселка Домбай Альберт Байчуров отметил, что к началу горнолыжного сезона курорт практически готов. Но есть ряд инфраструктурных вопросов, которые требуют безотлагательного решения. Это реконструкция мостов, благоустройство территорий, в том числе и парковочных мест и штрафстоянок, также вода и электроснабжения поселка. Говорили собравшиеся и о необходимости усиления систематической работы, направленной на разъяснение правил поведения в горах. Обязательная регистрация туристических маршрутов, принятие мер по контролю за неорганизованным туризмом. Также об обеспечении готовности различных структур, таких как МВД, МЧС и других, к реагированию возможных чрезвычайных ситуаций, постоянному проведению мониторинга лавиноопасных участков, организации взаимодействия бизнес-сообщества и сервисных служб. Ведь развитие туристической отрасли является одной из приоритетных задач руководства Карачева-Черкесии. Тем более, за последние годы туристический поток в нашу республику вырос в разы. Особое внимание мы обратили на оказание туристических услуг. То есть, это в том числе предоставление услуг на горнолыжных склонах. То есть, кто имеет право предоставлять эти услуги. Мы обсудили вопросы о привлечении к ответственности лиц, которые оказывают эти услуги несоответствующим образом. Дальше обеспечение инфраструктурой, обслуживание автодороги федеральной, которая ведет к курорту самому, уборка снега, мусора и так далее. То есть, самый актуальный вопрос, который на сегодняшний день стоит. Выслушав доклады, обращения, высказанные предложения руководителей органов исполнительной власти, а также заинтересованных структурой и организаций, представители бизнес-сообщества, оказывающих сервис, мэр Карачаевского городского округа Марат Урусов обозначил круг задач на предстоящий горнолыжный сезон. Гранноначальник отметил и необходимость обеспечения непрерывного мониторинга обстановки и принятия дополнительных мер по обеспечению бесперебойного снабжения объектов ЖКХ и топливно-энергетического комплекса и их безаварийную работу. Алла Качива, Расул Бердиев, Вести Карачаево-Черкесия, Тиберда. Следственное управление Следственного комитета России по Карачаево-Черкесской республике предупреждает о возможных случаях телефонного мошенничества. В последнее время участились случаи обращения граждан в правоохранительные органы с сообщениями о фактах совершения преступлений лицами, представляющимися сотрудниками Следственного комитета Российской Федерации, а также иных государственных органах. В разговорах с гражданами мошенники представляются сотрудниками силовых ведомств, склоняют жителей региона к действиям, приводящим к утрате личных денежных средств. Такие действия квалифицируются как мошенничество. Обращаем внимание жителей Карачаево-Черкесской республики, что следователями Следственного комитета Российской Федерации все проверочные и следственные мероприятия проводятся исключительно в подразделениях ведомства, о чем гражданин извещается в письменном виде, где указан его статус, основания для вызова, а также время и место проведения мероприятия. Кроме того, следователь имеет служебное удостоверение, которое по требованию может быть предъявлено гражданину для подтверждения данных о должностном лице следственного органа. Также обращаем внимание, что ни по телефону, ни в ходе очной беседы сотрудники правоохранительных органов не заявляют требований об отчуждении имущества, в частности переводе денежных средств на какие-либо счета. Сотрудники правоохранительных органов, уполномоченные проводить предварительное следствие, никогда не требуют по телефону представления персональных данных, банковских реквизитов, информации по счетам и пластиковым картам. Следственный комитет Российской Федерации призывает граждан соблюдать простые правила финансовой безопасности. Первое. Не совершать финансовых операций по инструкциям, полученным в ходе телефонных разговоров. Второе. Не сообщать никому реквизиты банковских карт, пин-код, а также код, который находится на обратной стороне карты. Ни по телефону, ни в ходе очной беседы сотрудники правоохранительных органов не заявляют требования о переводе денежных средств на какие-либо счета. Это незаконно. Желая проверить мошенников, не следует перезванивать на такие входящие вызовы. Номера телефонов ображаются некорректно. Используется так называемая подмена телефонного номера. Оптимальный вариант – вручную набрать телефонные номера, указанные на официальных сайтах правоохранительных структур, от имени которых вам звонят. Любые предложения от имени правоохранительного органа, например, помочь в поимке преступника путем перечисления денег на указанные собеседникам счета, либо с целью обезопасить сбережения – это явный признак мошенничества. О таких фактах необходимо сразу сообщать правоохранительные органы. При попадании в подобные ситуации, если звонящий представляется сотрудником силовых структур, необходимо позвонить по номерам телефона доверия соответствующего правоохранительного органа и проверить информацию, озвученную звонившим. Следственное управление просит быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников. Сотрудники Следственного управления Следственного комитета России по Карачао-Черкесской республике посетили республиканскую детскую многопрофильную больницу. Здесь оказывают необходимую медицинскую помощь детям с инфекционной патологией. Ранее сотрудники Следственного комитета по Карачао-Черкесии подарили отделению республиканской детской больницы большой телевизор. Теперь малыши могут смотреть любимые мультфильмы во время проведения необходимых процедур. А сегодня сотрудники Следственного привезли хирургический отсос, который позволяет удалять слизь и мокроту у юных пациентов. Сегодня нам подарили хирургический отсос. Это аппарат для удаления жидкости. В первую очередь для нас это удаление слизи, мокроты из верхних и нижних дыхательных путей. Мокроты забивают, скажем так, дыхательные пути, не позволяя ребенку дышать полноценно. А с помощью отсоса ребенок получает возможность дышать, по большому счету, да, и избежать ряда осложнений, в том числе и попадания на ИВЛ и прочее. Также сотрудники Следственного комитета республики осмотрели палаты и то, как проводятся процедуры пациентам. Они поблагодарили медиков за непростую и ответственную работу – профессионализм в оказании медицинской помощи детям. Действительно, Следственный комитет с большим трепетом относится к паллиативному отделению республиканской детской больницы. В прошлом году мы приобрели и подарили телевизор для маленьких пациентов, потому что, когда они смотрят телевизор, они не отвлекаются на манипуляции, которые с ними проводят доктора. Естественно, детки не плачут, спокойно на все реагируют. Вот сейчас мы привезли хирургический отсос, который им очень необходим. А он… периодически они выходят из строя, и, естественно, у них появляется необходимость приобретения новых. Дети – самые сложные пациенты, и нам отрадно помогать нашим медикам. В оказании необходимой помощи отмечают сотрудники Следственного комитета. Али Халипшоков, Али Бастанов, Вести, Карачаева, Черкесия. Сдержать безнаказанность человеке можно многими способами. Самый эффективный – это закон, ведь отсутствие наказания за содеянное приводит к их увеличению. Это была программа «Следствие СКР-09». До встречи через месяц, всех благ, и не переступайте черту закона, за который последует наказание. Субтитры создавал DimaTorzok